О том, что произошло за несколько часов до Нового года, семья Фокинах старается не вспоминать. В один миг они потеряли квартиру, младший 10-месячный сын оказался под завалами и только благодаря чуду Ваня продержался на морозе 35 часов. Сейчас магнитогорский малыш выглядит прекрасно. Что ему пришлось пережить, внешне совершенно незаметно. А ведь у мальчика было сильное обморожение и речь шла об ампутации ноги. Разговаривать больше начал, слыга говорит немножко. Из-за ножки немножко не ходит самостоятельно, но уже получше. Он теперь умеет звать маму, папу, бабушку и дедушку, а также говорить «дай» и соглашаться с родителями. Еще Ваня встает и ходит, если под рукой есть опора. Этот ребенок, по заверениям врачей, развивается по возрасту. Однако, если сейчас не проходить реабилитацию, могут начаться осложнения. Этот прибор имитирует ходьбу. На стопу малыша с пятки на носок давят небольшие шарики. Они находятся прямо в подошве ботинок. Также с мальчиком занимаются в сенсорной комнате. Здесь пузырьки, музыка и плавающие по стене рыбки. Все это, по словам специалистов, влияет на мозг и нейронные сети. Невролог, ортопед, логопед и психолог. Ходить на терапию Ване придется в течение полугода. Именно в это время реабилитация позволит избежать патологий. И Челябинская больница уже третья по счету после Москвы и Магнитогорска. Тот материал, которого нет в Магнитогорске, у нас он есть. Во-вторых, у нас есть аппаратура механо-терапевтическая для стимуляции ходьбы. В-третьих, нам там немножечко по диагностике было непонятно. Возможно, понадобится МРТ-обследование. Это тоже проводится здесь у нас. В Челябинской детской клинической больнице Ваня проведет всего 10 дней. Затем домой и снова на реабилитацию. Но, кажется, выдержать это намного проще, чем те страшные часы под завалами. Галина Федорченко, Владимир Котегов, СТС, Челябинск.